Итак, в связи с городом Жуковским наш конкурс и в связи с тем, что мы вступаем в 21 век, видимо, кто же был 21 российским космонавтом? 795-3000, абонент Дата, я жду ваших ответов, присылайте, у нас для вас есть призы. А наш первый день рождения, день рождения, который мы сегодня отмечаем в нашем прямом эфире, и у вас есть возможность задавать вопросы нашим гостям, их много, сейчас увидите, это день рождения Константина Станиславского, который родился 17 января 1863 года. И, конечно же, мы пригласили в гости, связь у нас сегодня, что-нибудь такая прямая, творческий коллектив Драматического театра имени Станиславского во главе с народным артистом России Владимиром Кореневым и заслуженным артистом России Борисовым Невзоровым. Здравствуйте! 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 Представьте, пожалуйста, своих очаровательных, свой творческий коллектив, как я выразовалась, или его часть. Да, ну, часть, небольшая часть, вот, мы в такой клумбе сидим, вот, у нас с правой стороны от меня Екатерина, Игоревна, да, Игоревна Гальтяпина, ведущая артистка нашего театра, слева тоже сидит Ирина Владимировна Коренева, тоже ведущая артистка нашего театра, вот, которые обе очень активно работают у нас в репертуаре. Ну, сегодня они будут работать цветами у нас в студии, насколько я понимаю. Да, сегодня они у нас костюмы. Просто красотой. Да. Кто из вас, мужчины, может рассказать мне, что за костюмы и почему именно эти костюмы? Вы имеете в виду? Ну, давайте, Катя, сделаем это немножко похоже. Так. А начнем с того, что сегодня действительно мы собрались здесь по поводу даты рождения Константина Сергеевича Станиславского, замечательного режиссера, великого режиссера. Это фигура мирового значения, и очень многие театральные школы считают его своим отцом-основателем. Ну, а в Москве просто несколько театров существует, которые возникли из... Во-первых, Станиславский и Немирович создали художественный театр, Московский художественный театр. И несколько студий, которые потом отпочковались от художественного театра и стали самостоятельными театрами. В частности, вот и театр Станиславского, который мы сегодня представляем. Ну, а с театром Станиславского произошла вообще достаточно забавная история. Дело в том, что Константин Сергей Станиславский создал художественный театр, они создали с Немировичем до революции в совершенно другой обстановке, и это был действительно художественный театр. Потом произошли некоторые очень серьезные события в России, после которых очень многое изменилось в 1917 году. И так получилось, что очень серьезно изменился репертуар, что этот репертуар стал идеологическим, и Саниславский, видимо, и Немирович, они не очень это понимали, они были люди другого поколения, они воспитывались в других нравственных, эстетических принципах. И была создана очень сложная обстановка их существования в художественном театре, и они оказались, по сути дела, вне художественного театра. Немирович оказался художественным руководителем Голливуда на целый год, а Саниславский с очень сложной депрессией оказался в больнице. В общем, он оказался вне театра, его оттуда выставили, что это печально. Как-то мы загрустили, как-то мы загрустили. Эта печальная история предвещает очень интересный радостный момент, неоткуда без добра. Девушки, девушки загрустили, барышни загрустили. Вот когда он оказался в больнице, с депрессией, и очень переживал по поводу того, что рушатся замечательные дела, которые они создали с Саниславским. Саниславский и Немирович создали художественный театр «Дело их жизни». Он написал в правительство письмо с просьбой дать ему возможность создать студию, где бы он мог передавать свой опыт молодым артистам. И вот из этой студии возник Московский драматический театр вне Саниславского. По-моему, это единственный драматический театр в Москве, который носит имя своего создателя. Вот именно наш театр, потому что есть другие театры, но они, допустим, как-то существуют, названия их как бы носят географический характер. Например, театр на Таганке или там на Малой Броме. Ну, чтобы не ошибались. Да, Александр Сергеевич Пушкин явно не создавал театр, который носит твое имя. Также есть театр Гоголя, Ермоловский театр. А наш театр действительно носит имя своего создателя, Александра Сергеевича Станиславского. И в этом году мы отмечаем юбилей, 50-летний юбилей театра Ермоловского. Ну, вот мы и о радостном. Вот вы и о хорошем. Я хорошим. И о хорошем и я тоже, так как мы работаем в прямом эфире, у нас есть звонки. Давайте послушаем звонок, наверняка это вопрос к вам. Алло. Да, да, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада, Катя, что вы опять на экране. Мне вопрос к вашим остям. Скажите, пожалуйста, как вы будете отмечать сегодня день рождения вашего создателя, вашего театра и вообще? Вот так все вам и расскажи. Ну, конечно. Конечно, будем отмечать это по-русски. Вот как в нашей традиции, в национальной. Мы обязательно выпьем светлую память создателя нашего театра. Сегодня у нас выходной день для театра. Специально сделали. Специально сделали, отдыхаем. Это завтра надо было делать выходной день, если сегодня отмечаете. А просто мы вот во всяком случае рассказываем сегодня нашим телезрителям о том, что в жизни нашего театра и в жизни нашей культуры огромные события. Нет, ну я хочу, Владимир Борисович, я хочу продолжить. Потому что, во-первых, мы, конечно, встречаем эту дату на, как это называется, творческим отчетом. Да, да. Творческим отчетом. Отчитайтесь, пожалуйста. Потому что настала пора поговорить о том, что мы все-таки делаем. Все-таки театр Станиславского. Последняя наша премьера, это премьера пьесы Жанна Батиста Поклена де Мольера, которая называется «Мещанин-дворянин». В простонародье она называется «Мещанин-водворянцы», но мы решили назвать ее «Мещанин-дворянин», потому что, видимо, она так точнее переводится, что ли. Вот. И вот как раз вернемся к нашим клумбам. Так, так, так. К цветам. Вот к цветам, да. Вот этот цветник, он, это как раз вырван из большого букета, представленного в этом спектакле. Я вот покажу вам такую фотографию. Там больше народу. Вообще, в этом спектакле занята у нас почти вся труппа. Да, вот на фотографии только незначительная часть. Да. Мы хотели сделать веселый, жизнерадостный, оптимистический, вне зависимости от того, что... С некоторой шведской грустью. Как-то, да. С тоской вы говорите об этом. Ну вот не знаю, пока у нас... Сколько уже спектаклей прошло? Спектакля на 12-13, да? Да, что там. Примерно. Ну, во всяком случае, претензий от зрителей мы не слышали. Не было. Пока не было. Более того, было очень много комплиментов в наш адрес. И что очень приятно, что, может быть, я, как бы, может быть, Борису не очень удобно говорить, потому что он играет в спектакле главную роль, он играет Журдена, вот. И играет он совершенно замечательно, на мой взгляд. И вообще, спектакль... Говорите, говорите. Спектакль, мне кажется, и образ Журдена, он совершенно нетрадиционный. Как, впрочем, и весь спектакль. И новизна, что ли, решения заключается в том, что, как правило, вот если судить по тому названию, которое достаточно традиционно было Вещаниного дворянского, это что-то вроде того, вот, не в свои сани не садись, всяк сверчок знает свой шесток. И это, мне кажется, достаточно примитивное толкование пьесы Мольера. Режиссер Спивак, который делал, осуществлял эту постановку, он сделал спектакль о влюбленном человеке, о том, что человек, когда влюблен, он становится беззащитен, его легко обманут. Вот. Он начинает летать, вот, внутренне подымается, отрывается от земли. И вот в этом состоянии полета с ним происходят всякие невероятные вещи, которые возможны вот в этой замечательной комедии. И мне кажется, что это и есть, в общем, какое-то достаточно революционное решение. Вы знаете, я чувствую какую-то дискриминацию. Все-таки сидят такие красивые женщины, цветы, вот как мы их назвали, да, и я знаю, что есть не меньше красоты мужские костюмы к этому спектаклю. Я бы хотела их показать не только на фотографиях, Бориса, я бы хотела, чтобы их сейчас внесли в студию. А, то есть вот такой сюрприз, да? Да, такой виртуальный у нас сюрприз. Мы телезрителям, что мы этого абсолютно не планировали, поэтому... Сейчас я... Да, ой, спасибо. Это наш вот самый главный костюмер Люда. Кстати, Невзорова тоже мой. Однофамилица. Вот. Есть здесь ваш костюм? Вот это костюм. Вы держите, кажется, мой костюм. Это Борис, а это мой. Так, а это вот Владимир Борисович костюм. Но заодно же мы должны сказать, что вот автор этих замечательных костюмов, художник Светлана Лагаринова. Удивительный художник. Замечательный художник. Необыкновенной красоты сделала костюмы. Просто ахают люди, когда их видят. Вот на этих костюмах огромное количество искусственных бриллиантов, стразов. На моем 80 тысяч. Вот этот я бы сама вот носила. Какая за этим огромная работа стояла. Сколько на тебе? 80 тысяч стразов. Спасибо большое. Спасибо. Вот мы полюбовались теперь мужскими аксессуарами. Спасибо большое. Значит, вот в таких костюмах мы и... Ну, а теперь о наших товарищах. Во-первых, кроме Бориса, да, вот я играю граф в этом спектакле. Ира играет, Николь. Катя совершенно замечательно танцует. Этот спектакль заказан был Мольеру, Людовиком, как комедия балет. И так мы его и поставили. Это комедия, в котором есть балет. И люди, которые приходили к нам, наши друзья, которые профессионально занимаются балетом, говорят, что танцуют наши артисты замечательно. Жалко, что сейчас я бы хотела бы спросить, да, вот танцуйте. Вы можете это увидеть, когда... Ну, не бойтесь, не бойтесь. Петь я вас могу. Но у меня как раз... Я чем хуже пою, тем лучше, потому что мой герой там, в общем-то, как бы... Без слуха. Они не обладают большими талантами. Вот. Но если серьезно говорить, вообще замечательно то, что зритель идет в театр. И вообще за последнее время какая-то такая сдвижка у нас произошла, да? Что... И не только в наш театр, а вообще как-то пошел в театр. Это, по-моему, симптоматично. Ну, кончился, как мне кажется, кончился кризис. Нет, а ты знаешь, я вот, кстати, думал на эту тему. Как ни удивительно, театр остался последним прибежищем некоммерческого искусства. Знаешь, вот такое. Ну, если не считать антреприза. Да, нет, я имею в виду... Репертуарный театр. Репертуарный театр, да? И поэтому, вот ты помнишь, как в свое время люди шли в художественную самодеятельность, когда были созданы вот разные такие театры. Студенческие. Они даже были популярнее, чем профессиональный театр, потому что они сидели под большим гнетом цензуры, там, всяких таких дел. И вот было такое вдохновение, когда городские сумасшедшие собирались абсолютно бесплатно, что-то показывали, и сами находили в этом удовлетворение, и приносили какую-то радость зрителям. Вот сейчас государственные театры... Оказались в таком же положении. Оказались в таком же положении, потому что, да, действительно, в роли городских сумасшедших, потому что, в принципе, денег никаких. А что остается? Но остается жить, остается веселиться, остается выживать, поэтому... А зрители это очень чувствуют. Зрители, кстати, это очень чувствуют, и поэтому большая степень, так сказать, отклика зрителя, по-моему, идет от поэта. Ну да, а если продолжать эту мысль, мне кажется, что вот то, что самое главное, если... Почему начинается кризис, там, духовный кризис театра? Почему перестают люди ходить? Когда театр перестает выполнять свою главную функцию, которую он должен выполнять, возвышать человеческую душу. Когда из театра уходит нравственность какая-то, духовность, вот тогда он замирает, он перестает быть нужен людям. Вот, а мне кажется, что... Мне кажется, что самая главная проблема сейчас, это та, которая определила Солженицын, он сказал, что это одичание, одичание нации. Ну, я думаю, что... Вот, я думаю, что театр, театр это одно из тех мест, одно из тех мест, где можно что-то сделать, чтобы это потянуть. Спасибо. Ну, ты как-то опять все... Спасибо. Почему? Трагично? Нет, по-моему, прекрасно. Борис, я хочу в финале нашей встречи поздравить вас, хотя вряд ли нужно, да, плохая примета поздравлять заранее, но тем не менее мы хотим перенести свои поздравления с вашим будущим днем рождения на его день. Хорошо, я вас поздравляю заранее, но... Хорошо. Простите, пожалуйста, у меня просто не будет другой возможности. Вот 19-го числа, сегодня вы поздравляете немножко заранее Бориса Георгиевича, а 19-го числа будет у нас спектакль, в котором вот мы играем все. И мы приглашаем вас на спектакль, а на этом спектакле будем поздравлять уже Бориса Георгиевича. Уже все дружно. Еще один повод, в общем, да? Ну, естественно. У вас просто череда идет праздников. У нас, да, у нас в этом смысле театр веселый. Я вас благодарю, что вы пришли, и благодарю вас, что мы так хорошо с вами начали отмечать день рождения Станиславского. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.